Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, это программа Экстра Раунд и меня зовут Асламбек Бадаев. Сегодня у нас в гостях боец лиги ACA Абдурахман Джанаев. Абдурахман Джанаев, боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе. Его статистика в ММА – 15 побед и 2 поражения. Абдурахман является третьим номером официального рейтинга лиги ACA. Также в его активе титул чемпиона мира, Европы и России по рукопашному бою. Абдурахман, ассаламу алейкум. Маршалу алейкум, очень большую победу ты одержал на турнире ACA 127. Ты победил Артема Фролова, крепкого, заслуженного ветерана этой весовой категории и ММА в целом. Твои впечатления от этой победы? Доволен ли ты, как ты ее одержал и доволен ли ты тем, как ты действовал? Абдурахман, ассаламу 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 альмаршалу. Бой, да, серьезный был соперник Артем Фролова. Бой, да, тяжелый был. В принципе у нас все получилось. Стойки работали, расстреливали. Как тренер план поставил и получилось все. А был ли ты удивлен после поединка, когда объявили раздельное решение судей? Потому что, как показывает статистика и в принципе, как мы видели этот бой, казалось, что первые два раунда ты уж точно забрал. Если честно, я вообще, короче, я думал, выиграл, но раздельным, когда сказали, удивился немножко. Такое тоже бывает в боях иногда. Думаешь, выиграл, иногда проигрываешь. А какие у тебя мысли были, когда, у нас же пять судей в Лиге Исей, когда двое судей отдали тебе, двое судей отдали ему, и последний судья тут, здесь решалось, кто выиграет. Были ли у тебя мысли, неужели там мне не отдадут победу? В тот момент я просто просил Всевышнего, чтобы я выиграл. Бой, что мне отдали. Вот это было у меня в голове. Если проиграют, то это большой минус был для меня. В этом поединке очевидно, что ты был лучше Артема в стойке. Ты его обыгрывал, ты был быстрее, ты его опережал. Но в некоторой степени в борьбе твои пробелы немного раскрылись. Я знаю, что ты очень серьезно готовился в этом аспекте. Был ли ты удивлен тем, что он столько переводов совершил? Да, я удивился, я с хорошими борцами готовился тоже. Но ударку я больше делал, если честно, с моими тренерами готовился. Больше ударку делал, но борьбу тоже не забывал, тем более стяжами боролся. И я не знаю, чисто из хорошего момента он ловил, короче. Таймер, да? Да, хороший пробирал. Таймер хорошего ловил. И тот один бросок это было, зашагивание с корпуса заходил, он зашагивание делал. Вот, бросок я пропустил. Вот каково сравнение, когда ты готовишься, ты говоришь, что ты готовился. Как твои поединки с тем же Адланом Еврагимовым проходили по борьбе? Удавалось ли тебе оттягиваться вот в этом плане? Расскажи немного. Иногда удавалось, иногда нет. Ну, да, Адлан хороший борец. Вот я именно с ними вставал, чтобы они меня проходили, бросали меня, чтобы я вставал и защищал. Я вставался немножко хотя бы. Ну, нормально так получилось. Я думаю, если я так не боролся, я думаю, в бою тоже ничего не получилось. Вставать даже не получилось. Ну, все-таки, согласись, что тренировки и бой все-таки разные вещи, да? Да, это очень разные вещи. Это, наверное, и психология какая-то, и давление, и ответственность. Вот это, да, наверное, как-то на тебя влияет во время боя? Да, во время боя, ну, там полностью должен быть подготовлен, психологически полностью. Я думаю, соперник больше как бы переживал за наш бой. А, ты считаешь, что он, ты почувствовал, да, это? Какой момент ты это почувствовал? Ну, я, ну, выходи, когда просто мы бой начали, первые вот эти моменты, пару минут прошло, я уже почувствовал, что он больше переживает и психологически немножко там не готово. Все-таки это и бой дома, в родных стенах. И знаешь, вот я еще такую, скажем так, аналитику провел у себя в голове. Бойцы, которые не делают вес, Артем не сделал кило 200 перед боем с тобой, как правило, они уже выходят в какой-то степени проигравшие. То есть вот это чувство вины, то, что они не сделали вес, оно психологически влияет, мне кажется, на бойцов. Это помнишь, как Адлан Амагов ударил коленом Лоулера, и дальше уже он как будто вот, как будто виноватый уже какой-то был, и это сбило его с толку. Считай, согласен ли ты с тем, что вот проваленная весогонка также где-то, скажем так, сделала минус Артему? Он может быть тоже, да, такое тоже возможно, но в бою видно было, но со стороны, наверное, тоже видно было, что он больше там скованный был, и, наверное, бой сказалось это все. Сейчас в лиге ACA новый подход к взвешиванию. Если твой соперник, скажем так, перевесил больше килограмма, ты имеешь право отказаться от этого поединка. Там ты получишь свои деньги за выход на бой, но боя уже может не быть, если ты не хочешь драться. Когда ты узнал, что Артем перевесил, показал кило двести лишнее, были ли у тебя мысли, что, может быть, отказаться от этого боя, не рисковать все-таки, это немаленький вес? Если честно, я даже не знал, что он перевесил. Мой тренер Салман Руслан, он знал, короче, что я соглашусь, и он сам, короче, принял решение такое. И потом мне, даже он забыл, потом, короче, вечером, где-то я его спросил, как он весь сделал, я его спросил, и он говорит, а, уже перевесил, говорит. Вот так вот, короче. Сюрприз, да, небольшой? А знаешь, вот в моей памяти самый большой перевес был в Бахрэне, когда мы ездили туда, Абу Рахман Дудай дрался со своим соперником, Джотай Мангло, и он показал семь с половиной килограммов перевес. Вот на моей памяти даже было такое, конечно, разные ситуации с этими загонками бывают. Сразу после твоего поединка временный чемпион Лиги Эйсии в среднем весе Магомед Расул Гасанов обратился к тебе, типа, что он ждет тебя. Как я понял, он надеется, что победитель вашей пары и с родителями с ним за пояс. Как ты воспринял его слова? Нормально. Немножко смешно стало, как он написал это. И мне вот близкие тренера мне сказали, просто оставить внимание. Ты не стал отвечать, да? Да. Зачем там? Я буду писать, он будет писать. Ну, все-таки, знаю, зрителям интересно бывает наблюдать за этим. А вот твой одноклубник, Салам Абдурахманов, ответил ему и написал в комментариях, где ты меня ждешь? На море у Махачкаля, что ли? Вот такой ответ, короче, ему дал. В общем, вот так получилось. А как ты оценишь Магомед Расула, учитывая, что он очень грамотно борется, тактически выстраивает? Не считаешь ли ты, что если у вас бой состоится, понимая, насколько ты хорош и стойкий, что вот как раз-таки он будет искать пробелы в твоей борьбе? И как ты с этим справился бы? Ну, мы увидели бой до этого, Фролова и Магомед Расула. У них борьба, в принципе, одинаковая была. Вначале он бросал, потом Камцоков Артем забрал в борьбе именно. Ну, я также буду работать, защищаться и бить. Такая, знаешь, интересная ситуация возникает. Я называю ее эмематика, когда, знаешь, ты сравниваешь, кто с кем дрался, когда есть общие соперники. Вот смотри, ты уступил Ибрагиму Магомедову. Ибрагим Магомедов уступил Артему Фролову. Артем Фролов уступил Магомед Расулу Гасанову. Ты выиграл у Артема Фролова. Вот как ты считаешь, как эта система работает? Есть ли какие-то закономерности в том, кто с кем дрался? И можно ли делать вывод по итогам этих боев? Или каждый новый бой – это новая история и стилистическое совпадение лишь выявит победителя? Если честно, я вот, кто вот именно, я считаю, что кто именно готов вот в этот день. Здесь и сейчас, да? Вот у нас спортсмены знают, в принципе, все это. Примерно один день в спаррингах нормально, вообще четко бывает все. На вторых ставах спарринга ничего не получается. Это, не знаю, это спорт такой. Главное, надо четко подойти и именно вот на этот день готовиться хорошо. Но тогда возникает вопрос с Ибрагимом Магомедовым. Ты был явным фаворитом и, в принципе, дальнейшие бои показали, и по вашим общим соперникам, что вы находитесь как минимум на одном уровне. Что тогда в тот день произошло? В чем ты видишь причину поражения? В тот день я, у меня бой простой был, бой большой, и где-то полгода я готовился на этот бой. У меня соперник слетал, то не получалось одного там. И поставили этого на молодой был боец. Я готовился усердно, усердно, и у меня что-то, не знаю, сбой организма там произошло, и спаринге не шли у меня общая, и перетреновался, что такое у меня было. И я где-то за три недели, не помню, сбой с Нелсей, позвонил из Ибрагиму, мачмекеру, и сказал, после спарринга я это сказал, общая разлился, что у меня не шло. И потом, короче, потом подумал еще заново, позвонил и сказал, что я берусь. И вот так, боюсь, все видно было. У меня ничего не получилось. Я вообще, не знаю, сразу как бы весогонка, наверное, все силы забрала, и во время боя ничего не смог показать. Вот теперь у вас такая уникальная ситуация возникает. У нас есть Салам Абдурахманов, он все еще чемпион, его не лишили пояса, у нас есть временный чемпион Магомед Расулгасана, и у нас есть ты. В принципе, ты одержал ряд побед, и я думаю, ни у кого не возникает вопрос, что ты должен быть наверху, и в обновленных рейтингах я считаю, что ты будешь наверху. Как ты видишь дальнейшую ситуацию? С кем бы ты хотел драться? Хотел бы ты сразиться за пояс? Если да, то что делать потом Саламу? Как ты эту всю ситуацию видишь? Посмотрим, что они сделают Саламу. Я думаю, они очень похожи стилистически. Ты считаешь, что сначала они должны подраться? Да, если подерутся, то я думаю, у них очень конкурентный бой будет. А мы решим, я не знаю пока, я не могу сказать. Но если они дерутся, я хотел бы еще один бой сделать. А есть ли у тебя мысли провести реванш с Ибрагимом Магомедовым тем же? Был бы тебе он интересен, этот бой? Или все-таки в твоем случае нет смысла рисковать, учитывая, что ты близко к титулу? Сейчас, конечно, да, мне этот бой не нужен, если у него тоже, наверное, в бой закинули. Я видел. Я после боя, после как проиграл, ему сразу я сказал, что дайте мне реванш. Мне сказали, через бой дадут. И вот, я сказал, любое время дайте мне реванш, и с тех пор мне не дали. А теперь уже обстоятельства изменились. А теперь уже, да, я уже как бы претендент, получается. И посмотрим, что будет дальше. Ну, знаешь, вот, я вот думаю над тем, что ты сказал, что очень важно, как себя боя чувствует здесь и сейчас, в момент боя. Ты очень разные бои проводишь. На самом деле, это интересное наблюдение. Иногда кажется, что соперник явно ниже твоего уровня выходит. Ты с ним где-то можешь равный бой показать. С тем же Нодаром Худухашвили многие не ожидали, что ты ему так многое позволишь, особенно в третьем раунде. А здесь, когда многие считали фаворитом Артема Фролова, когда считали, что Артем все-таки, не то чтобы даже опытнее, но вот по ощущениям казалось, что Артем борется, у него тяжелый удар, Абдурахману с ним тяжело будет. Но здесь ты совсем по-другому себя показал. Наверное, здесь место и настрою есть у тебя на соперниках. Да, я тоже, походу, повлиял на это тоже. Когда соперник, если честно, когда соперник известный, хороший, и ты готовишься уже по-другому. Если честно, мы его сейчас готовили, готовились вообще посерьезнее, чем... Я даже ни один бой не готовился так, как сейчас. Это повлияло тоже. Мы знаем, что у тебя богатый любительский опыт выступлений в любительском спорте. Ты настоящая звезда рукопашного боя. Ты оформлял красивые нокауты, ты оформлял красивые, скажем так, комбинации. Но вот в ММА многие зрители от тебя ждут нокаутов, от тебя ждут чего-то сверхъестественного. Как ты сам на это смотришь? Это получается, чем дальше ты продвигаешься, тем больше ответственности, и тем меньше ты рискуешь? Или все-таки у тебя еще есть задача какую-то красоту тоже показать в стойке? Учитывая, что ты можешь, способен на это. Как в том же Таджикистане вот тот нокаут? Ну, я сейчас, как на все бои мы готовим нокаут, если получится, вот этот бой тоже готовили, и пару раз получилось хорошо попасть. Но не падает, да? Да, не падает. Вот соперник тоже видели, мощно был, и хорошо попадал, но не падал. Давай немного поговорим о твоей тренерской деятельности. На каком этапе, в каком состоянии она находится? Я знаю, что у тебя просто целая плеяда очень таких звездных, потенциально звездных бойцов, талантливых бойцов. Это и Моусор Баймасханов, это и Имам Витаханов, Шейхман Сурхабибулай, много кто еще. На каком этапе твоя тренерская карьера сейчас находится? И кого ты можешь выделить из ближайших, скажем так, кандидатов на попадание в основную лигу СССР? Да, у меня еще молодые ребята очень хорошо выступают, Ян Иглс, и вот это претенденты на СССР, это Моусор Баймасханов, тоже любителях. Мне это известно, хороший бойцов выигрывал, двукратный чемпионат мира. Вот его я хотел в первую очередь туда. А потом Имам Витаханов, и дальше у меня тоже Салиев Магомед есть хороший боец, Моусор Далсаев есть, тоже 61 выступает. И вот молодые еще есть пара барочек там, ребят. Моусор Баймасханов, у него есть очень серьезная техника, опыт выступления в рукопашном бою. Но тот же поединок против Кубаныча показал, наверное, его слабые стороны. Это, во-первых, пятираундовый бой, во-вторых, вот когда постоянное давление оказывают, рано или поздно все-таки его брешь в обороне нашел Кубаныч. Вот в этом плане какие выводы вы сделали, на чем вы сейчас работаете? До этого боя у меня тоже бой был, из-за этого у меня так полностью его подготовить не получилось. Там много у нас тренировал, все помогали ему готовиться, но я мало присутствую, честно. И как мой бой закончился, я его проверил, посмотрел, и мне показалось, что его мы загнали, короче. И все как в борьбе, ударке, все старались его готовить, подготовить, и чуть он, не знаю, перетренирован был. И вот бой, я думаю, просто у него после второго раунда, у него просто ноги отказали, просто он ходить даже не мог. Такое тоже бывает. Вот, из-за этого он просто партер уходил внизу и внизу валялся. Ну, в принципе, я думаю, подписание его в ИСИ это вопрос времени, и на первых порах так уж точно, ему трехраундовые бои предстоят, поэтому я думаю, в этом формате у него проблем возникнуть не должно. Абдурахман, какие у тебя планы на ближайшее время, как ты распланируешь свое, скажем так, сейчас время, будешь ли ты тренироваться, или вернешься к работе, или домой, просто отвлечешься от спорта, что тебя ждет в ближайшее время? Я обычно после боя сразу начинаю тренироваться, там, если без травм, то максимум недели отдыхаю. И начну тренироваться сразу, но отдыхать тоже надо, просто вмещать буду отдых с тренировками, и тренировать тоже надо молодежь. Ну, в любом случае, со спортзала так долго, надолго не уходишь ты, в любом случае. Нет, надолго не уходишь. Ну, в этом году, как я понял, еще хочешь побиться? Да, хотелось бы на яблокироваться. Ну, что ж, Абдурахман, мы ждем твоего возвращения, у тебя есть очень серьезный уровень, у тебя есть хорошие шансы побороться за поезд, за тобой интересно наблюдать, ну, и общаться тоже. Спасибо тебе за то, что принял наше приглашение, рад был тебя видеть. Асаламу алейкум. Алейкум алейкум алейкум. На этом, уважаемые друзья, у нас все. Спасибо за внимание. Занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни. Ну и, конечно же, не пропускайте наши следующие программы. Увидимся, как обычно, ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова